Эту рыбку, которую назвала Бибой, юная Маргарита сделала своими руками. Использовала клей, блёстки и стразы, чтобы сделать её неотразимой. А пока занималась творчеством, узнала и правила бережного отношения к природе. Нельзя мусорить в лесу, чтобы животным было хорошо в лесу. Что нельзя ловить рыбу в местах, где нельзя ловить рыбу. И не загрязнять воду. Всё это в рамках Волга-феста могли сделать гости площадки Паутэ Плюс. Они подготовили 500 сувенирных рыбок, которые можно было украсить и забрать с собой. А также взять книжку-раскраску, где представлены волжские подводные обитатели. Предлагаем познакомиться с многообразием биосферы Волги. Наша компания поддерживает ежедневную повестку, является социально ориентированной, ответственной компанией. И поэтому каждый раз мы напоминаем, как важно беречь экологию, окружающую среду и любить свой родной край, такой богатый и красивый. Экологические акции Т-Плюс проводят регулярно. Весной очищали береговую линию Волги и высаживали деревья. А в конце лета сотрудники по традиции запустят в реку выращенных мальков. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События.